Здравствуйте! В эфире телекомпания «Город» программа «7 минут». Более двух десятилетий ученый мир пытается победить коварный вирус, однако он стойко сопротивляется. Сегодня лекарством от ВИЧ может служить разве что наш с вами здравый смысл. Не стоит этого бояться, но в наши дни участков, на которые бы не ступала нога ВИЧ-инфицированного, нет. Даже на Чукотке обнаружено несколько больных. Сегодня мир представляет собой единое пространство. 40 миллионов инфицированных путешествуют, посещают театры, ходят в магазины, ездят с нами в одном лифте, живут в одном подъезде, сидят рядом в общественном транспорте. Сегодня СПИД – часть нашей жизни. Давайте начнем с общей тенденции. Какова она сейчас в нашем регионе? К сожалению, порадовать я ничем не могу. Ситуация более-менее стабильна, но все равно ВИЧ-инфекция продолжает распространяться среди жителей нашего региона. В настоящий момент зарегистрировано 3276 человек. Из них, скажем, живых и находятся в регионах более 2400. Но если сравнить с общей тенденцией, с общим состоянием ВИЧ-инфекции, вернее, количеством ВИЧ-инфицированных в России, то в России на конец 2019 года выявлено более 720 тысяч. Из них 130 тысяч уже нет в живых. Если такие статистические данные, на 100 тысяч населения рассчитывается заболеваемость. У нас 276 на 100 тысяч населения, 276 инфицированных, 100 тысяч жителей Рязанской области. Обычно это какая категория граждан? Это, может быть, те, кто помоложе, те, кто постарше? Есть какая-то здесь? Более 70% – это молодые люди от 15 до 30 лет. И в среднем ежегодно в жителей Рязанской области выявляется около 200 человек. В прошлом году их было 215, позапрошлом – 212. Кто этот мониторинг ведет, как вы их выявляете? Обычно, к сожалению, в Америке есть такое правило – периодически заглядывать к докторам самым разным. У нас, к сожалению, когда уже исправить ничего нельзя, люди сами приходят обычно с проблемами? Кто-то сам приходит, если знает за собой, так сказать, какая-то ситуация, которая может привести к заражению. Основная часть населения обследуется, так называемые скрининговые исследования проводятся. Кроме того, есть такая когорта, как люди повышенного риска. Люди, употребляющие наркотики. Да, люди… Беспорядочный образ жизни. Да, ведущие беспорядочный образ жизни. Как живут эти люди, которые узнали, что у них есть это заболевание, сколько им отведено, и как прожить это время достойно? Интересный вопрос. Если несколько лет назад вот этот такой вопрос, сколько им отведено, был более актуален, потому что это было, безусловно, смертельное заболевание. В настоящее время появилось, ну, не однократно, а в течение вот нескольких лет, появилось множество препаратов, которые сдерживают развитие вируса в организме. И даже, не даже, а идеальное состояние, таких многих отбивается, когда вирус в организме нашими методами лабораторными не определяется. Но это не значит, что он весь уничтожен. То есть, когда человек прекращает принимать препараты, опять количество вируса нарастает. То есть, если человек не получает терапию, отказывается или не хочет, в среднем такие люди живут 8-10, ну, может быть, 12 лет. В настоящее время, если человек адекватный, то есть, если врачи говорят, вам необходимо лечиться. Лечение назначают не всем подряд, а при снижении иммунитета до определенных цифр. Даваться подробностей я не буду. Если он регулярно, пунктуально получает терапию, да, терапия состоит из трех препаратов обычно, то такие люди, в общем-то, живут достаточно долго. Как человеку такому вести себя дома и на работе? То есть, сохранится при этом семья и работа? Или у него свой появляется график, свои какие-то предписания особые? Общие правила такие. И как раз вот интересный момент, о котором я всегда говорю, пути распространения ВИЧ-инфекции, передачи ВИЧ-инфекции. Это при попадании в инфицированную жидкость, крови чаще всего, да, или же семенной жидкости. То есть, это в организм, при употреблении наркотиков, внутривенно, при незащенных половых контактах. И вертикальный путь – это заражение ребенка в утробе матери, ВИЧ-инфицированной. Или же, если мать, ВИЧ-инфицированная мать родила здорового ребенка, это, я могу коснуться этого момента, если она его будет кормить грудью, грудным молоком, то он может заболеть. Всего за все время наблюдения более 500 родов. В настоящий момент 28 человек детей, у них установлен диагноз ВИЧ-инфекция, 119 человек с неопределенным диагнозом, то есть, это не значит, что они будут инфицированы, то есть, через определенный период, мы можем сказать, есть ребенок больной или болен, или здоров. И основная масса – это, в общем-то, здоровые дети. Имеет ли право мама, заранее зная, что ребенок может быть болен, все-таки продолжать вести беременность, как положено? Конечно, она такая же, у нее все права, гражданин Российской Федерации. И я более того, я могу сказать, что все большее количество инфицированных рожает. Такая есть статистика. Если в 2012 году за все время было 51 роды, то уже за этот период, мы сейчас встречаемся с вами, за этот период 2013 года уже 30. Правила такие, что если женщина знает о своем заболевании, она должна прийти к нам в центр, встать на учет по беременности, не только в консультации, а у нас. И с определенного момента ей назначают препараты, которые предотвращают, в общем-то, в большом количестве случаев инфицирование ребенка внутриутробное. Если не принимать препараты, шансы заболеть ребенку колеблются от 20 до 40%. Если она принимает препарат, все пунктуально соблюдает, то ребенок может родиться больным где-то от 2 до 4%. Можно ли сохранить анонимность, находясь в вашем центре и вообще пытаясь жить по-человечески дальше? Обязаны ли мы сказать работодателю? Мы о ситуации, о заболевании, о инфицировании человека никому не сообщаем, работодателю. Мы можем только медикам об этом говорить. Это, в общем-то, естественный момент, который должны хранить и хранят врачебную тайну. Никому, гражданским каким-то категориям, работодателю мы об этом и сообщаем. Если человек имеет желание такое, он может обследоваться впервые, прийти и не говорить о себе ничего, анонимно. Но в этом я не вижу, то есть не ограниченное обследование, в этом я не вижу большого смысла, потому что информация за пределы центра не выходит. Если человек здоров, значит он здоров, под своей фамилией он может получить справку, что, допустим, на данный момент ВИЧ-инфекции нет. Если ВИЧ-инфекция в организме есть, то дальше, если он сохранит анонимность, мы не можем назначить какому-то виртуальному человеку ни обследование, ни лечение. Я не вижу большого смысла. Но такая возможность есть. У нас очень много иногородних, очень много тех, кто приезжает из районов. Нужна ли, например, регистрация, прописка, официальная работа для того, чтобы быть вашим пациентом? Чтобы быть пациентом, ну, к сожалению, хотя мы все граждане Российской Федерации, такое есть, ну, как бы сказать, правило, человек должен наблюдаться, если он не зарегистрирован в данном регионе, он наблюдаться должен там, где он зарегистрирован, а тем более получать препараты. Потому что лечение довольно дорогое, и оно рассчитано, делается заявка, ограничений в лечении, кстати, нет. Гражданам каждого региона, Рязанской области в частности. Лечение дорогое, и рассчитывается на граждан, на жителей Рязанской области. Поэтому, если человек зарегистрируется в Рязанской области, он, если при необходимости, может получать лечение и все обследование. Если не зарегистрирован, к сожалению, мы не можем ему в полном объеме оказать такую помощь. Тем более, если человек не гражданин Российской Федерации. Есть такое правило, мы готовим документы на депортацию, и дальше, ну это не наш уже, а приоритет, дальше поэтапно этот процесс решается. Посоветуйте что-нибудь нашим телезрителям, кроме банальных правил, следить за собой, следить за своими контактами какими-то личными. Вот основные правила. Если человек инфицирован в семье, он ведет обычный образ жизни. Единственное, он должен соблюдать правила обычной гигиены. Иметь отдельную щетку, отдельную бритву. Это все естественно. То есть, там, где может появиться кровь, допустим, при чистке зубов, там какой-то контакт с раневой поверхностью. То есть, это надо избегать. Остальное при поцелуях, при рукопожатиях, при совместной использовании бассейна, сауны, ванны, ВИЧ-инфекция не передается. Даже как при укусах комаров, каких-то русосущих. Все это общеизвестное может быть. Но лишний раз, я думаю, для жителей Рязанской области это не будет лишним, еще раз говорю, повторить. Спасибо большое. Наша программа подошла к концу. Не болейте и оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова